В этом секторе мы охраняли еще аэростаты. Задача была моя – подносчик боеприпасов. Я должен был подточить боеприпасы. Приходит старший матрос, становится за пулемет, а мы вот время уходим и приступаем к другим опьяностям – посыльного, связного. После отбоя снова делаем все в обратном порядке, но уже медленнее. А вы помните 9 мая 1945 года, где вы находились? Да, 9 мая я помню, конечно. В это время я уже не был юнгой, нас списали, возможности уже в нас иссякли, мы не очень нужны. Нас за маленький рост, за малое образование, 6 классов, стали потихоньку списывать. Пришел приказ направить нас учиться. Мы не хотели уходить с корабля, заставили учиться. Но я уже поступил в специальную артиллерийскую ленинградскую военную спецшколу. И был уже там в спецшколе. День Победы я уже встретил 9-й ленинградской военно-специальной артиллерийской школе, которую закончил в Ленинграде уже в 1945 году. 10 классов. Потом военное училище. Спасибо большое за победу. Спасибо. День Победы в 1945 году я был под Кенигсбергом. В районе Кенигсберга, севернее, есть Олив, Режков и Киршская коса, где заповедник сейчас. А раньше там был немецкий город, военная база Пилау. А вот в самом дуге там был город Фишхаузен. Вот это город Фишхаузен мы и брали в апреле 1945 года. Но уже 9 мая там война закончилась. Мы уже были в мире, в миру. В мирной обстановке встречали День Победы. Знаменательный праздник, который есть в течение календарного года. Еще есть Новый год, но День Победы он более значимый, потому что он воспитывает, особенно молодежь, таких как вы. Вот. И День Победы у меня сразу согревает воспоминания о моем отце, это Палик Василий Еремеевич, который провоевал с первого до последнего дня войны. И воевал он, вот сказал, на Калининском фронте. Вот он воевал здесь с первого, вот с июля, как я говорил, 41-го до июля 44-го года. Он был на Калининском фронте, в районе озера Селегер. Они там вот как встали войска, так и не пропустили дальше вражеские войска. И обороняли с этой стороны все наши рубежи, наши родины вплоть же. Если пойти, можно было выйти нашим войскам и в тыл Москвы можно было выйти. Это очень важный стратегический такой рубеж. Никто не отступил. Субтитры создавал DimaTorzok